Доброго времени суток! Меня очень просили посмотреть город Горняк в шахту номер 42. Давайте посмотрим. Страхов, конечно, очень много. Люди боятся, кто работает, и кто живет недалеко от этой шахты. Как сейчас на шахте развиваются события? Идет какая-то конкурентная борьба. Может быть, между ВСУ и руководством не знаю, кто там борется за что, но есть определенное столкновение. Столкновение интересов, так скажем. А пока на шахте, в общем-то, потихоньку шахта в нормальном состоянии. Скорее всего, что работает. Хотя впереди предстоящее будущее, конечно же, для большинства людей непонятно и неизвестно, как будут складываться и в плане работы дела, и вообще уцелеет ли шахта. Ну, а пока все хорошо. Давайте посмотрим, как будут там складываться дела до конца июля. Смотрю все до конца июля, потому что вполне возможно очень серьезные перемены, поэтому надолго загадывать не будем. Лучше в начале августа сделать расклады по новой. Так, до конца июля. Ну, высшие силы оберегают шахту, берегут. Хотя придется, конечно, мобилизовать все усилия, но я так понимаю, что нужна, в принципе, не сама шахта, а район шахты. Ну, шахта тоже имеет значение, но в основном, конечно, я думаю, что это район шахты, если там кто из ваших родных живет. Придется мобилизовать все свои усилия для того, чтобы пережить вот эти вот времена. Искать возможности для того, чтобы пережить. И, в общем-то, до конца июля предстоит уже перейти как бы на... на другой этап жизни. Хотя будет тяжело, будет очень тяжело, но это предстоит сделать. Многое придется пересмотреть, о чем мечтали, о чем хотели. Пока это... Ну, что-то, может быть, и можно будет в самое ближайшее время осуществить, а так будут, конечно, люди в основном заняты другими вопросами. Так. Как будут складываться дела для ВСУ, для подразделений ВСУ, которые будут находиться или находятся уже в районе шахты номер 42, город Горняк. Ну, в принципе, у них будет, так скажем, в общем-то, в начале сейчас вот благоприятное такое время, когда относительно все понятно. Ну, скажем так, ребятам повезло, что они пока там находятся, в том районе, если они там есть, или которые подразделения будут там находиться, потому что они, как бы, на периферии будут. Хотя наблюдать за происходящими событиями будут, и, конечно, им нужно понимать, что если они что-то видят, то, соответственно, видят их. Но есть какая-то информация, которая не озвучивается и не говорится. Это приказ на действие, который напугает очень сильно всех. Придется очень серьезно сидеть и думать, как решать свои вопросы, несмотря на то, что, в общем-то, приказ есть. То есть, вот, действуйте. Но как-то по этому приказу, я так понимаю, что не очень-то захочется действовать, потому что тишь и гладь, и Божья благодать, да, а там надо будет и кто-то сложить свои жизни. Но тут очень не захочется. И, видимо, будет происходить определенная обработка о том, чтобы сдавались. А командный пункт, который будет находиться где-то в районе шахты, будет уничтожен. В результате подразделение останется как всадник без головы. Вроде действовать можно, а как действовать, чем думать, его не будет. Кто будет приказы отдавать, кто будет нести ответственность, их не будет. И вот тогда, конечно, наступит определенный момент затишья для подразделения. Ну, в общем-то, все, о чем они мечтали, будет сведено на ноль или иллюзиями, окажется. И вот тогда очень серьезно станет вопрос жителей умереть. Потому что нет командования, нет связи, нет снабжения. От этого всего отрезали. Надежда на помощь, объединение. Но она будет маловероятна, потому что вот вроде бы она где-то недалеко, но до нее практически невозможно дойти самим или самопомощь не может дойти. И вот тут-то, да, начнется очень серьезная растерянность. А что же предпринимать, что делать? Ну, тогда придут определенные какие-то понятия, принятые больше, конечно, на эмоциональном плане, что нужно что-то другое, как-то другим путем. этот путь будет закрыт. И, в общем-то, они постараются из района шахты уйти. Именно это подразделение. Хотя там будет вестись очень много пропаганды, но жить очень захочется. Поэтому, скорее всего, они оттуда уйдут. А как будут складываться дела для союзной армии в районе города Горняк, шахта номер 42? А для союзной армии будет все складываться благополучно. Будет четкое понимание, как нужно действовать. Будет очень хорошее совместное действие, когда может быть даже несколько подразделений или несколько видов подразделений разные, артиллеристы, танкисты и так далее. Вот это я имею в виду. Когда они будут очень четко совместно действовать. конечно же, шахта уйдет под контроль Российской Федерации ДНР. Будет вкладываться все благополучно, традиционно. Или для жителей и для подразделений союзной армии все сложится очень хорошо в районе шахты. Давайте посмотрим, какие есть опасности лесомой шахты. будет будет договор. хотя будет так скажем висеть на волоске, но в основном все пройдет где-то не на самой шахте. Незначительные боевые действия будут. А так в общем-то все сложится максимально благополучно. Переживания конечно будут, возможно даже какие-то потери будут, может быть что-то прилетит и разрушения будут, но это будет весьма и весьма незначительным. Как сложатся, какие есть опасности для людей, которые живут в районе шахты номер сорта. Боевые действия возможно недалеко а так будет достигнута определенная цель, к этой цели будут идти ребята и в общем-то все сложится как должно быть по лучшему варианту для жителей поселка, который располагается недалеко от шахты. Так что карта показывает, что и шахта сохранится максимально и населенные пункты, которые расположены возле шахты. Вот такой расклад получился город Горняк шахта номер сорок два. Желаю вам, чтобы так оно и было, чтобы шахта сохранилась и потом могла работать и поселок полностью сохранился. То есть максимально все прошло для вас благополучно. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. Субтитры